Так, ребят, привет! Это спонтанное видео, где хочу подробнее рассказать о разных типах сокета 2011 и их кулеров. Сейчас очень большое количество вопросов у людей, где, что, как раздобыть кулера под материнские платы, которые продаются на ebay, бэушные материнские платы, двухпроцессорные в основном, на которых встречается вот такой тип крепления. Обратите внимание, что он вытянутый. Он называется Narrow. Да, это действительно сокет 2011-V3. Вот видите, линейку взял специально, чтобы измерять. Расстояние между отверстиями где-то 55-56 мм примерно. Это здесь у нас между отверстиями, конечно, грубо. Сейчас посмотрим. 95, наверное, 93-94-95 мм. К чему же это всё? Вот такой тип крепления очень редко уже встречается. И целая проблема найти кулера. В основном их делают немного. И в основном их делает фирма, скажем так, Supermicro. Часто от них эти кулера ставлю, работаю с ними и попробуем разобраться, какие они бывают. Но прежде чем я расскажу о кулерах, дальше. Про сокет 2011-V3, но это уже называется Square. Квадрат. Стандартный размер. Кулера все, даже бытовые, подходят к этому типу. Крепление, на всякий случай, замерим расстояние 80 плюс-минус пару миллиметров. И здесь у нас сколько будет? И точно так же 80 на 80. Вот. Далее. Какие же бывают кулера? Покажу. Итак, первый кулер. Это, я уже его достал. Сейчас, на всякий случай, в кадр я введу. Вот такой SNK-P0048P. Что это значит? Вот такой вот кулер. Он, естественно, пассивный. У него нет активного радиатора. Ой, что же я говорю-то? Активного вентилятора, который через него продувает поток воздуха. Эти кулера рассчитаны для мощного продува в корпусах, серверных корпусах. Что он из себя представляет? Как вы видите, подложка. Трубки, вы видите, хромированные. И этот, по опыту скажу, очень хорошо передает тепло. От подошвы на эти трубки, и он очень греется. Так вот, главный вопрос. Как к нему приколхозить какие-то вентиляторы? Меня активно один человек спрашивал. Вентиляторы приколхозить к нему практически невозможно. Возьмем для примера, вот у меня 80-25, ну 80 размер от точки до точки, 25 это толщина. Вот так вот. Как видите, поток будет биться о ребра, которые закрыты. Не знаю, как правильно назвать вот эти перемычки, но это перемычки, которые связующие. То есть, если вот так сделать, они разойдутся. Вот. Естественно, приходит мысль, а почему сделать не такой продув? Ну, давайте посмотрим такой продув. Вот. Вы видите, как можно приколхозить. Что вот так вы не сделаете, материнская плата будет мешать. Значит, где-то вот так нужно колхозить. Либо сверху какие-то отверстия насверливать. Это безумная, конечно, идея, но так или иначе. Дальше. 92-25 кулер. Вот к нему так вот прилагается. Видите? Тередически. Кстати, можно здесь хомутами закрутить и хомуты накинуть, наверное, затянуть. Я имею в виду стяжки. Он будет выглядеть вот таким образом. Если сверху, то вот так. Ну, что-то типа этого. Это был кулер 80... Ой, что ж я говорю-то? Это был радиатор SNK-48. Насколько я помню, да, 48P. Его можно использовать только на квадратный тип крепления. И оно никак не меняется. Поехали дальше. Следующий кулер. SNK-P0048PS. Как вы видите, практически то же самое. Только крепеж у него на RAW. Да, то есть вытянутый и прямой. Точно такая же схема сборки. Но, как вы видите, он чуточку больше. Надо... Подождите, чтобы... Вот так вот. Он чуточку больше. По размерам, по высоте. Сейчас скажу, сколько. 65, чуть-чуть 64 высота. Тоже тепловые трубки. Как у нас будет в этом случае смотреться 80-ка? 80-ка здесь практически впритык. Да, то есть нам придется очень большими стяжками скручивать, стягивать. Если мы вдруг колхозим, если мы опять сверлим отверстие, но это безумное решение, то выглядит кулер вот так. 92-25 выглядит следующим образом. Вот, висят. Кстати, ну да. Если бы здесь были просто ребра, было бы интереснее. Как вот хомутами. Опаньки, и все. Если с этой стороны, то... Опять же, все очень печально. Вот, вот таким образом он выглядит. То есть часть потока у нас уходит сверху, но это неплохо на самом деле. Тоже хороший кулер. Для продува. Отличное решение. Следующий кулер у нас SNK-P0048AP4. Честно, не помню эти аббревиатуры, расшифровки. Посмотрим, что внутри. Да, вот этот кулер, который, как вы можете видеть, он содержит в себе сам радиатор и переходные крепления. Такие, как для нарау подходит и для квадрата. Будем так это называть. Так, вот грязная палочка с пастой. Она вовремя здесь в кадр вошла. Вот, откручиваете эти болтики и меняете вот эти ножки. Все элементарно. То есть это кулер такой вот комплектации. И его преимущество... Сейчас, подожди. Его преимущество, то, что на нем уже установлен вентилятор. Ну, размер, конечно же, не 80-ка. Ради интереса сейчас линеечку-то приложу. Наверное, полтинник, либо 60 миллиметров. Так, что мы имеем? Да, это, скорее всего, какой-нибудь 55... Ну... Ну, 60. К сожалению, я не буду его раскручивать, чтобы узнать на обратной стороне, как называется этот вентилятор. Но он толстый. То же самое. Тоненькие пластины, которые... с трубочкой термической. Вот этот вентилятор достаточно громко издает звуки, как вот мой коллега сейчас. Своими ладошками грязными. Этот вентилятор только при больших оборотах начинает издавать очень громкий звук. Ну, а так он, естественно, регулирует его обороты материнская плата. И с ним все хорошо. Такой вообще шуршащий человек. Просто невыносимо. Есть еще другие кулера, ребят. Но, к сожалению, я не могу продемонстрировать. Хорош там греметь-то уже, а! Кулера 0050, которые выглядят как башня, показать я их не могу. Существуют еще другие маленькие вентиляторы. Ну, вернее, радиаторы, которые низкого профиля. Но этот радиатор уже рассчитан на сокет 1156, 1150 и 51. Ну, в общем, вот такого семейства. 1150, скажем так. Низкопрофильный, пассивный, который рассчитан на продув. Либо ребра позволяют сюда приколхозить какой-нибудь 80-й кулер или даже 92-й кулер. Вот так. Все рассказал, показал. Надеюсь. Ну, я на чудо надеюсь. На что я надеюсь? На чудо. Конечно же чудо случится. И эта информация будет кому-то востребована. Или кому-то что-то поможет. Не знаю. Но, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно.